Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех! Продолжается пасхальная неделя в православной церковной традиции. И отвечая на вопросы, хочу сказать из Евангелия от Иоанна, начать с того. Третий раздел, третий глава, восьмой стих. Начинается такими словами. Дух дышит, где хочет. Мы знаем, что в Божьем Слове открывается эта истина. Дух Святой, ожидаемый апостолами, ожидаемый верующими, сошел в день Пятидесятницы. И сказанное, записанное в третьей главе Иоанна, это еще было задолго до того, задолго до схождения Духа Святого, сошествия Его, до того, как Церковь облегла силы свыше. И Иисус в беседе с Никодимом говорит о Духе Святом, о Духе Господнем, который дышит, где хочет. И хочет дышать, потому как Дух Святой – это личность. И хочет дышать там, где Он же хочет, где искренние сердца, где любящие Его души, где действительно проставляется имя Господне. Там дышит Божий Святой Дух. Он дышит в сердцах наших, Он дышит везде. И вот, знаете ли, вот как вот пример такой приводят многие проповедники, мне это очень нравится тоже, и хочу тоже привести пример этот. Вот как, допустим, вокруг меня сейчас и вокруг нас, там множество радиоволн, телевизионных волн, но мы их не улавливаем, потому что наши глаза, наши уши, да, наши органы чувства, они не способны эти волны улавливать. А так, в общем-то, да, их множество разных каналов, разных программ сейчас вокруг, да, и радио, и телевидение, интернет, знаете ли, но нам нужно устройство определенное, которое ловило бы это все и делало бы возможным для нас, вот действительно, для нашего прослушивания, нашего просмотра. И, к примеру, тоже беру гаджет, да, беру телефон, значит, и, пожалуйста, могу смотреть программы телевизионные, могу послушать радио, здесь у меня вот есть программы, есть и христианское радио, есть, значит, и много других разных программ, значит, и много каналов различных, и все это, пожалуйста, а если брать интернет, то это вообще действительно просто бездна в человеческом понимании информации. Но, дамы и господа, наипаче, конечно, если даже говорить о бездне интернета, информатике сегодняшней, знаете ли, открывающейся человеческому роду, то в сравнении с этим божественный мир, божественные миры, это просто, знаете ли, ни с чем не сравнимое, просто огромнейшее, значит, количество информации. И, знаете ли, это действительно чудо, что мы вот воспринимаем Божье Слово, Божью информацию, Божий Дух, знаете ли, нашим умом, нашим сердцем, нашим душою, нашим Духом. И в действительности это на самом деле приоткрывается нам Божественные миры, Божественный мир сам приоткрывается Духом Святым. И говорится, что не видел того глаз, не слышал то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам это открывает Он Духом Святым Своим. И удивительно, действительно, верующий человек понемногу приоткрывает для себя в процессе своей жизни христианской, знаете ли, молитвенной своей жизни, приоткрывает эту тайну, приоткрывает вот это бытие, паки бытие, вечная вот эта жизнь, открывающаяся нам через Спасителя Иисуса Христа. Как написано, что дар вечной жизни, это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Богу! Вот, и Дух дышит где хочет, не там, где порой человеки хотят, не там, где люди желают, а там, где Он хочет. Это прекрасно, когда наше желание совпадает с Его Божественным, но бывает и иначе, бывает, люди, мы желаем одного, а Божий Дух иного. И, знаете ли, в разных конфессиях христианских я бываю, общаюсь с разными верующими. Христианство сегодня такое многоветвистое древо, знаете ли, очень много разных течений, направлений в христианстве современном. И это действительно обогащает тело Христова, это великолепно, это действительно восхитительно. Как Августин Блаженный еще в пятом столетии говорил, что в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. И вот действительно в главном единство, во второстепенном свобода, разнообразие. И пусть во всем между нами будет любовь. Потому что узнают все, что мы ученики Его, Господни ученики, не потому что, не только лишь нам, потому что мы имеем правильную теологию, идеологию, какие-то правильные обряды, традиции или что-то еще. Лишь потому, что мы имеем любовь между собой. Слава Богу! Потому что Бог есть любовь. Он не просто есть теология, Он не просто есть идеология или культура, или обряд, традиция, религия. Он есть любовь. И вера, надежда, любовь, но любовь из них больше написана. И все пройдет, но любовь-то не прекратится никогда абсолютно. И тот, кто не любит, тот не знает Бога, в общем-то. Как бы он правильно о Боге не философствовал, какие бы теологические знания не были бы в нем, какие бы он посты церковные не занимал, будь он сам Папа Римский, или патриарх всей Руси, или пастор какой-то протестантской огромной церкви, объединения религиозного. Неважно. Иисус говорил одному из учителей Израиля, в том же, в третьей, в той же самой главе Иоанна, Никодиму говорил, что если кто не родится свыше, тот даже не увидит Царства Божьего. То есть, действительно, вот это духовное перерождение, рождение новое, рождение свыше, это самое, ну, наиглавнейшее, самое основное, самое великое переживание, которое может иметь человек. И за это, за все Богу очень благодарны мы. Великому Богу хвала. Да, и общаясь с разными верующими, как я говорил, да, в разных христианских конфессиях, динаминациях, конечно, значит, порой с прискорбием так отмечаю для себя, что очень порой сильны такие, всякого рода сектантские такие воззрения, традиции. Ну, сектантством мы все перебаливаем верующие. Я думаю, что независимо от нашей конфессии, динаминации, религии, традиции, действительно, сектантством в легкой форме ну, так или иначе, все переболевали, переболели или переболеют верующие. Что имеют сектантством? Под сектантством это вот это, как бы, воззрение, что ли, как бы, или понимание, что вот только лишь у нас благодать, только лишь мы спасены, только лишь вот наша конфессия, наша динаминация, наша юрисдикция, она правильная, наша организация, самая истинная, и нигде больше нет спасения. Вот подобное сектантство, оно, знаете ли, присуще так или иначе, ну, всем нам, и все мы проходим это в своей жизни. И я Богу благодарен за то, что большинство из нас, верующих, этим перебаливают в легкой форме и очень быстро выздоравливают. Но прискорбим, отмечаю и то, тот факт, что многие и не так скоро перебаливают, некоторые даже болеют этим хронически уже, вот, и для кого-то это уже, как бы, такое постоянное заболевание, недуг духовный. Вера больна, может быть, на самом деле больная вера, а может быть, здоровая вера. Чтобы мы были здравы верою, действительно важно взирать на начальника веры нашего, на Иисуса Христа, совершителя веры, потому что, действительно, это, ну, скажу, для христианина, это самое важное, вообще-то, взирать на Христа, нашего Учителя, Господа, нашего Спасителя, вот, и учиться у Него, и наседаться у Него, и принимать Его благодать. Христос, Он приходит в жизнь верующего человека и проникает в нас глубже и глубже, а мы в Него, а Он в нас проникает, и мы Ему всецело принадлежим тогда, и Он всецело нам принадлежит. Это прекраснейшее переживание, и, знаете ли, вот по мере Его проникновения в нас, как бы нашего в Него, вот этого погружения, знаете ли, вот от всякого рода сектанства, конечно, тогда не остается даже и следа. Вот, и поэтому проблема сектанства каждый из нас решает, конечно, самостоятельно. Знаете ли, в общем-то, каждый верующий сам с этим разбирается, но хочется помочь многим братьям, сестрам, действительно, и вот слово это, которое я вот начал сегодня говорить, вот Дух дышит где хочет. Мы должны понимать, что благодать Духа Святого, спасение, это не царство Божье, Бог, сам Господь, Бог, Дух Святый. Это не то, что можно там, не знаю, как приватизировать, там монополизировать, там истину. Я сам переболел сектанством в очень, знаете ли, такой тяжелой форме. Сектанством я переболел в очень и очень тяжелом, значит, таком, будем так говорить, исполнении. Вот, я был традиционным православным священнослужителем, священником Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. И я подчеркиваю, что эта проблема, она не конфессиональна, не динаминационна. Это не проблема только лишь Русской Православной Церкви, это проблема, она как бы вообще свойственна человеку религиозному любому, я так думаю, в большей или меньшей степени. Вот, кто-то, я повторяю, в легкой форме заболевает, кто-то и переболевает быстро, значит, кто-то в тяжелой форме. Вот, у меня была тяжелая форма религиозного такого мракобесия и вот этого, знаете ли, сектанства. Я действительно полагал, что спасение только лишь у нас в Православии, что только лишь мы являемся православными, являемся истинной Церковью Христовой и благодать как бы у нас только. Конечно, мне сегодня это очень странно даже вспоминать, даже говорить об этом сегодня странно, но нужно. Я понимаю по вопросам, которые приходят, значит, мне и на e-mail, и, значит, и в социальных сетях, и в комментариях, которые вот под этими видео на ютубе, я понимаю, что говорить об этом нужно. Хотя, ну, как бы вспоминать об этом странно мне, но, я так понимаю, для пользы дела важно об этом сказать сегодня. Свидетельствах своих я об этом часто так или иначе говорю, но вот в этом видео хочу именно вот об этом, ну, так, посерьезнее уже, как бы тему раскрыть и рассказать об этом. Дело в том, что человек, ну, у всех свой путь какой-то к Богу, у всех свой жизненный путь и, знаете ли, у всех свой опыт какой-то с Богом, общение с Богом. Вот, и я имел общение с Богом, встречу с Ним и переживание Бога, вот это духовное возрождение в раннем возрасте. И мне это в жизни, считаю, помогло, это благоставение для меня огромное на самом деле. Я очень Богу очень благодарен, очень-очень признателен Ему за это чудо. Вот, в 12,5 лет я пережил Господа, встречу с Ним, духовное вот это возрождение, и физическое воскресение, и возрождение, значит, и исцеление пережил. И подробнее об этом я рассказываю, можете посмотреть другие видео, где я свидетельствую. «Мой путь к живому Богу» называется, или же в других там тоже видео есть. Так вот, значит, и есть текстовой такой, знаете ли, там, как бы, ну, как вот книга. Мы публиковали сборник статей по истории христианства, значит, и там, и вообще сборник моих статей был издан в Киеве еще, и там вот «Мой путь к живому Богу» было направлено, как раз, вот там, текстом, там с фотографиями даже все, их можно скачать, все это можно скачать там в интернете, при желании. Я буду очень рад, если мое свидетельство кому-то из вас поможет, вот именно, ну, преодолеть всякого рода сектантское мышление. Так вот, и о чем я хочу сказать свидетельство сегодня-то? Почему, как бы, эта тема серьезная, думаю, потому что мы можем попадаться незаметно, даже нам порой действительно незаметно, как мы попадаемся в силки сектантского мышления и сектанства в целом. Вот так вот, когда только я и Бог, Бог и я в подростковом таком возрасте, то все было просто, когда был я вне религиозной организации какой-то, вне религиозной структуры, вне конфессии, динаминации. Но вот с начала 88-го года, получается, да, уже больше 30 лет прошло, так вот, значит, с начала самого 88-го года я стал служителем Русской Православной Церкви Московской Патриархата. Да, уже больше 30 лет несу служение Православного Законослужителя. Тогда я был чтецом, певчим, значит, и, да, первая степень священства чтеца есть, и подиаконствовал, и, в общем-то, алтарником был. Тут проходил все пастушания, и все эти степени проходил тогда, в 88-89 годы. И, знаете, действительно, мне нравилось это служение церковное, но помимо красивого служения, и вот всего того, что я как бы погружался, окунался, воцерковляясь, даже не в... Да, ну, воцерковляясь и, будем так говорить, погружаясь вот в само служение, православное служение, будем так говорить, и в идеологию, я незаметно для себя стал проникаться, пропитываться вот этим сектанством, духом сектанства, значит, и общаясь со священнослужителями, ну, еще и до такого, конечно, но особенно вот с начала 88-го года, значит, когда я имел возможность, может, постоянно, каждодневно, общения с разными священнослужителями, и, в частности, вот тогда с уважаемым очень мной священнослужителем, протеиреем Иоанном Квитович, духовником, у которого там многие люди исповедовались, причащались, и я тоже, безусловно же, у него и раньше исповедовался и причащался, с начала 88-го года постоянно, потому что я там, в этом храме-то, собственно, там, Лепешкино, Орловско-Брянско-Годашней епархии служил, значит, и бываю даже в других храмах, там, служал в других храмах, но всегда я возвращался с удовольствием туда, в этот храм сельский, и к отцу Иоанну на исповедь, на общение, и вот с этих бесед, с этих общений, исповедей, я выносил мало-помалу такое странное чувство какое-то, знаете ли, вот это, как я сейчас понимаю, это духовная гордыня, опасный очень грех, действительно, гордыня в чем? Какая гордыня? Гордыня в том, что вот гордость, как бы, за церковь свою, за мою конфессию, деноминацию, что я, конечно, спрашивал отца Иоанна изначально и других священников, конечно, до того, что вот, значит, а как же там другие, там, допустим, верующие, другие религии, к примеру, значит, допустим, вот, значит, вот дедушка мой, значит, там, там, умер, вот он, говорю, значит, был мусульманином, значит, там, и у меня мусульманская родня большая, вот, или, допустим, по отцу, там, значит, неверующие были люди, допустим, там, совершенно, там, ну, в смысле, атеисты, даже воинствующие, вот, и, И, ну, я слушал, что говорит священник, и, знаете ли, верил на слово, очень много принимал на слово, доверяясь авторитету человеческому. Наверное, это была вот моя такая серьезная проблема в этом отношении. Так вот, значит, и священник стал учить меня наставлять, как и другие, в общем-то, священники. Но других я не так сильно воспринимал, а вот именно отца Иоанна я воспринимал очень серьезно, потому что видел в нем, ну, духовный авторитет огромный. И, к сожалению, я был тогда вот научен священниками, в частности, отцом Иоанном, что только лишь вот мы, православные, спасаемся, только лишь у нас есть благодать Духа Святаго. Только лишь вот в лоне русской православной церкви вот нашей является вот эта носительница вот этой благодати. И я, конечно, знаете ли, вот как бы был горд, вот будем так говорить, что я в канонической такой церкви. И что, значит, конечно, поначалу было много непонятного для меня. Зачем нужно молиться к Богородице, к святым, другим умершим, к ангелам. Понимаете ли, мне было как-то стыдно, что надо молиться кому-то еще на стороне помимо Господа. Но, знаете ли, это поначалу было стыдно, потом уже не стало стыдно, потому что, потом стало бесстыдно совершенно. Потому что, знаете ли, когда это все делают, то вроде как уже это не стыдно уже, вроде как бы это уже общепринято. А это делали все, это молились все, поэтому и я молился так уже, целовал иконы, мощи, как бы, и совершал весь этот культ религиозный, будем так говорить, положенный в традиционном православии. И, значит, так продолжалось в моей жизни, так или иначе, больше или меньше, до самого 96-го года. В 96-м году, уже, ну тогда, будучи священником православной церкви Московского приорхата, я сознательно вышел, по идейным соображениям, вышел из традиционного православия, не соглашаясь, вот, в частности, вот с этим духом сектанства, знаете ли, протестуя против вот этого духа сектанского и искореняя сектанство, в первую очередь, из своего сердца, из своего разума. И я сегодня, вот прошло уже больше 20 лет, я сегодня, знаете ли, еще больше и больше понимаю, что это правильно, что действительно необходимо искоренить сектанство из своего сердца, в первую очередь, из своего разума. Эту гордыню бесовскую, необходимо искоренить вот эту бесовскую веру в то, что якобы только лишь у нас благодать Духа Святого, якобы, это действительно бесовская вера в то, что якобы только лишь у нас вот эта благодать, спасение, истина, знаете ли, это настолько горделивые такие вот эти вот вещи, которые, скажу так, они, скажу так, как ложка дегтя какая-то, будем так говорить, даже портят, даже целые бочки мода, будем так говорить. Вот, и действительно, такое миро портят, как вот эти мухи какие-то. Да, к сожалению, значит, вот я этим переболел в очень такой жесткой форме. Будучи священником, вот здесь, вот в Рязани, допустим, там в Рязанской области, потом в Брянской области, значит, 91-й год, 92-й год, и вот до самого 96-го года служа священником, я действительно верил, ведь я действительно верил, да, и этой верой делился, как бы и заражал ей других людей, то есть не только сам болел этим, но и, будем так, распространял эту заразу в сознании и в сердца других людей. Потому что человек больной, носитель вот этих бацилл каких-то, вот этих религиозных мракобесия, вот этого сектанства, неизбежно как-то больше или меньше, но заражает окружающих. Это очень опасный такой духовный недуг, который передается, знаете ли, вот таким путем, вот от сердца к сердцу, от ума к уму, информационно передается, духовно передается, вот. И, знаете ли, я молю Бога сегодня о том, чтобы каждый из нас, верующих, имел такой крепкий духовный иммунитет, противостоя против всякого рода сектанства, во всех его формах, отвратительных формах мракобесия религиозного. И самое основное, конечно, здесь, чтобы сам Господь Иисус Христос, чтобы действительно наш Спаситель, Он пребывал в нас, а мы в Нем. Чтобы мы взирали на нашего Искупителя, потому что, как бы, так или иначе, но задача любой ереси, как вот согласно посланию Петра, допустим, святого апостола, это отвлекаясь от Искупившего их Господа написано. То есть, получается, что задача, наверное, любой ереси состоит в том, чтобы отвлечь нас от Господа, от самой сути, знаете ли, нашей веры. Вот, и когда человек, он заболевает, и первые симптомы проявляют этого недуга, вот, заболевает вот этим сектанством, в нем зарождается, зачинается вот такая горделивая такая вера, ложная, бесовская, душевная, в то, что якобы только лишь у нас спасение, благодать. И только лишь вот мы, как бы, как вот религиозная организация, структура, являемся, там, значит, носителем вот истины. И это я повторяю еще раз снова и снова, паки-паки повторяю, что это проблема не только у нас православных, это проблема вообще, как бы, она, ну, межконфессиональная, межрелигиозная, и она, в общем, как бы, присуща любому гомосапиенс, любому человеку разумному. Так или иначе, просто я еще раз повторю, что некоторые из нас этим переболевают в легкой форме и фактически незаметно. Слава Богу за таковых. Я очень Богу благодарен за такие чистые души, знаете ли, доверительные, которые Богу доверчивые, вот, и переболивают этим очень легко. Но большую часть, я так понимаю, людей из практики, вот, из своей религиозной практики, значит, уже, вот, служение православного церковного служителя уже больше 30 лет у меня, я наблюдаю, что все-таки большая часть верующих, так или иначе, независимо от конфессии нашей религии, традиции, переболивают этим очень тяжелой форме. Конечно, здесь можно обвинить и идеологию, и теологию, знаете ли, но виной всему, я думаю, гордость человеческая, похоть отчей, гордость житейская. Даже не сама идеология, потому что можно быть, даже, я встречал людей, которые находятся в таких организациях, юрисдикциях, деноминациях, конфессиях, где очень ярко выражено, вот, сектанство в учениях. Но, однако же, эти души, ну, чисты, вот, так или иначе, они не инфицированы этим недугом. Это было для меня удивительным открытием, знаете ли, даже при том, что там с кафедры, с ангона, допустим, доносится такое чисто сектантское учение, там, что только лишь мы правильные, только лишь у нас благодать Духа Святого. Знаете, только в наших храмах, в нашей юрисдикции. Но я видел людей, которые, даже в таких структурах, которые очень открыты для Господа и чужды всякого рода сектанству. С другой стороны, я видел и обратные примеры тоже. Я думаю, вы тоже наблюдали нечто подобное, друзья, или будете наблюдать. Даже в тех церквях, где довольно очень открытые, знаете ли, вот, сердца, значит, с кафедры говорится о Божьем, святом, таком экуменизме, говорится о единстве верующей, говорится о том, что Дух дышит, где хочет. Вот, значит, но, однако же, некоторые люди встречаются даже в таких свободных церквях, вот, как бы, с такой свободной идеологией, как бы, теологией. Знаете ли, вот, именно любящие, собрание любящих сердец, но встречаются вот некоторые черствые, ожесточенные сердца, которые считают, что только лишь у них благодать, только лишь у них спасение. Вот, поэтому здесь не все зависит от того, что произносится с кафедры, с ангона. Вот, здесь вопрос сердца человеческого, конечно, поэтому надо смотреть, взирать на себя, в первую очередь, да, и видеть свои прикрешения в этом отношении. Это, в первую очередь, это очень важно, архиважно. Вот, но, все-таки, не сбрасываю со счетов, вот, вину нашу, священнослужителей, вину, и свою вину тоже я, в общем-то, не сбрасываю со счетов, потому что, будучи, вот, священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата, особенно будучи священником именно с 91-го года по 96-й год, я действительно тысячи людей заражал вот этой ложной сектантской верой, в то, что только лишь у нас благодать Духа Святого, только лишь у нас истина, спасаемся только лишь мы, православные, и, знаете ли, ну, до сих пор печально, что все это было в моей жизни, но я, конечно, понимаю, я это знаю точно, что Бог меня простил, знаете ли, Он простил мои грехи, простил меня в моем том сектантстве, и я в том, действительно, раскаивался и отрекался от того. В 96-м году, вот, это послужило одним из таких, будем так говорить, оснований моего выхода из Московского Патриархата. По идейным соображениям я вышел, потому что не мог более, знаете ли, ну, будем так говорить, как один батюшка мне говорил, ну, что поделаешь, с волками жить побольше быть, значит, такая идеология. Не ты это придумал, не мы это придумали, как бы, не нам и отвечать за это все. Но, знаете ли, ну, кто-то из священников так и живет, но, честно говоря, это не для меня. Вот, и я когда понял, что действительно это зло, я понял, что я больше не могу с этим злом мириться, не могу молчать, я не могу мириться с этим злом, я просто вышел. Тем более, что на основании Слова Божьего мне открылись, действительно, многие вот эти истины. Я вернулся к авторитету Слова Божьего тогда и пересмотрел свою веру, и просто ахнул, обомлел, что во многих вещах, в которых я полагал, что я служу Богу, оказывается, я служил дьяволу. И для меня это было таким откровением, таким открытием и поводом к смирению и к покаянию в дальнейшем, знаете ли. И до сих пор это служит основанием, поводом таким мощным к смирению и покаянию. Друзья, значит, и вот, наверное, наиважнейшая вещь, в которой я полагал, что я служу Богу, а служил дьяволу, это вот как раз вот та религиозная гордыня, в которой я находился, пусть не так много лет, но находился в ней. И будучи молодым, активным таким религиозным священником, я русской православной церкви, я действительно вот верил, я, ну, Бог свидетель, я верил в это искренне, что только лишь у нас благодать Духа Святого, только лишь у нас спасение, только лишь у нас Христос, только лишь у нас Дух Святой. Вот, но я верил в вот это вот различное суеверное учение, я верил в то, что там, допустим, благодать передается вот как бы по наследству, как бы вот по, не наследству, как по, есть такая ересь, как, об апостольской правопреемственности, вот, так она называется, вот, как бы, и, знаете, она передается, там, даже независимо от веры, неверия, личных качеств, передаваемого и принимаемого, предпринимающего. Но Дух Святой, это не энергетика какая-то, знаете ли, это не джин, там, попавший в кувшин, это не хатабыч какой-то, знаете ли, Дух Святой. Дух Святой, это не джин, который попал там в кувшин, в лампу какую-то, знаете ли, нашей конфессии. И вот мы там потерли, там, какими-то манипуляциями, там, религиозными, молитвами, обрядами, церемониями, вызываем, как бы, этого Духа, как бы, вот, и он, будучи рабом лампы, становится нашим рабом, как бы, значит, и вынужден, вот, под нас подстраиваться. Я прочитал какие-то молитвы, он должен исполнить то-то. Я совершил такие-то манипуляции, допустим, религиозные, какие-то там, обряд какой-то, допустим, он обязан это исполнить со своей стороны. То есть, как бы, ну, тысяча одна ночь, одним словом, сказки. Сплошные эти сказки, религиозные. И выходом из этих вот сказок, из этих мифов, из этого мрагобесия, выходом является сам Господь Иисус Христос. Для меня это стало таким, действительно, великим откровением, что, действительно, Он есть путь истинной жизни, как Он сказал. Я есть путь, сказал Он, истинной жизни. И никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. И, действительно, вот, когда размышляю о Христе, люблю Его, именно, вот, Думая о Нем, и читая Слово Божье, размышляя о Нем, молюсь, призывая Его имя Святое, сладчайшего, как мы говорим в православии, сладчайшего Иисуса, то, действительно, рушатся какие-то вот эти вот суеверия, рушатся всякого рода заблуждения и всякого рода вот эти вот, будем так говорить, ереси, ереси, именно ереси. Вот, и Дух дышит, действительно, это одно из откровений тогда, в 96-м году, которые я вот вынес для себя. Дух дышит, где хочет, Дух Святой, Личность, и Его нельзя заставить дышать туда, куда Он не захочет дышать. Знаете ли, никакими обрядами, церемониями, никакой правильной теологии, там, идеологии, там, и прочее, не заманишь Его. Да, конечно, у нас красивые храмы в православии, есть что посмотреть, конечно же, да, за тысячелетия, там, за вот полтора тысячелетия, конечно же, много что было и построено великого, и сооружено. Вот, красивые литургии, действительно, да, вот, православная литургия, это жемчужинка, которая, ну, конечно же, я люблю и римскую мессу, и протестантские различные формы богослужения, но, при всем уважении, братья, простите, но вот наша литургия православная, все-таки она самая красивая, действительно, охватывающая и дух, и душу, и тело, и, действительно, захватывающая всего человека, и это, ну, просто восхитительная, на самом деле, вещь. Вот, но даже при всем, что мы, том, что мы имеем самую красивую форму служения, но, однако же, это не делает Духа Святого пленником нашей конфессии, нашей юрисдикции. И, неважно, наша церковь, она каноническая, или неканоническая, или второканоническая, или она протестантская, или, там, католическая, какая бы ни была наша церковь, или не динаминационная церковь, что, действительно, Божий Дух, Он присутствует там, где Его ждут, где любят Его, где любят Господа, где провозглашают имя Иисуса Христа. Иисус сказал, что где двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я посреди. И, действительно, если мы в Нем, а Он в нас, если мы во имя Его собираемся, то Он среди нас. Каким образом? Духом Святым Своим. Это прекрасно, друзья мои, это восхитительно. И вот деяние Духа Святого, мы называем деяние апостолов, но по совести это деяние Духа Святого. И они продолжаются, друзья, потому что Господь Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же самый. Он тот же. И сегодня Он тот же. И сегодня, действительно, в наш век, когда, как говорится, космические корабли боростят просторы Вселенной, Господь тот же самый. И Он совершает Свои деяния Духом Святым через нас и в нас верующих. Слава Богу! За два тысячелетия Он не изменился, Он не истощился. Нет, как я раньше верил в эти ереси, апостасии, постепенный уход Духа Святого, все это ерунда на апостом масле. На самом деле Дух Святого, Он сегодня тот же самый, абсолютно, как и в те далекие века. Это есть Бог, Который не истощается, это, знаете ли, не теряется, не уходит никуда. Вот, и Он вездесущий, все собой наполняющий. Вот я молюсь также вот этой молитвой, она в традиции поется и читается позже, уже после пасхальных этих дней. Но вот я хочу напомнить просто вам ее, там молитва такая. Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде собой все наполняешь, везде присутствуешь и все собой наполняешь. Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверной, и Ты спас благой души наши. И потом мы восхитительную песню Трисвятую поем еще. Святый Божий, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. И действительно восхваляем Господа нашего. Но в традиционном православии немного иначе, там как бы акценты немного иные расставлены в этом молитвословии. Но как бы неважно. Самое основное, это вот сама суть-то она та же, что Бог, Он, Дух Святой, Он вездесущий, Он все собой наполняющий. И будучи верующими новозаветными, мы не просто говорим «приди» или «на пони», а Он уже пришел, действительно пришел уже, и Он совершил все. Мы лишь принимаем эту благодать, просто приняли и ходим в ней, радуемся, и деяния Духа Святого наблюдаем и действуем в Духе Святом, слава Богу. И вот действительно Дух дышит где хочет. И я молюсь сегодня о том, чтобы всякий дух сектанства пал, чтобы всякая твердыня сектантская пала, чтобы в нас, верующих, не стало даже громулечки этого сектанства. Знаете ли, вот эти, как говорят медики, да, я слышал выступления, я не медик, я не ученый, медицинский человек, но я художник вообще по своей специальности, мне больше зрительный образ какой-то, вот живопись, график, это мое как бы средство выражения, мне это более понятно. Но меня заинтересовал такой факт, что в любом организме человеческом вырабатываются какие-то там такие, в том числе и плохие вещества, какие-то плохие какие-то элементы, но будучи в здоровом состоянии, они тут же вот этой системой какой-то иммунитета, там и прочее, как бы уничтожаются. Вот, а если вот как бы вот этого, не хватает у человека радости, жизнерадостности, не хватает здоровья, не хватает этому иммунитета, то вот эти все эти плохие какие-то элементы, они разрастаются, как бы, и человек заболевает. Ну, я так, как я понял, так, ну, за что купил, за то продал, как я понял, так доношу. Ну, сама суть, думаю, понятна вам. Так вот, и, знаете ли, и я так по аналогии с этим подумал так, стоп, а ведь это очень похоже на вот как раз вот всякого рода ересь, заблуждение, там, всякий религиозный культизм, там, и, в частности, вот это сектанство похоже. Все равно оно, как бы, в любом верующем оно, как бы, постоянно что-то такое возникает, но если у нас духовный сильный иммунитет, то, как бы, этот иммунитет, он это все убивает, подавляет, как бы, и оно только проклевывается, это зараза какая-то, и тут же ее раз-раз-раз-раз, и я уже не стал. Вот, и то же самое вот в нас верующих, как только какая-то гордость поднимается, допустим, к примеру, верующим, ну, вот, а у нас, а у нас, а у нас, как говорится, в квартире газ, да, вот, а из нашего окна там площадь красная видна. Вот, когда человек вот начинает хвастаться, сразу, стоп, хвалящийся, хвастающийся, хвались, хвастайся Господом, хвались Господом, вот, и действительно, что мы рабы чинистующие, а он действительно все, и поливающий, и насаждающий, все ничто это, мы ничто, действительно, а все это он, действительно, все это он. И когда мы взираем на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, то, действительно, стектанство рушится каким-то образом в нас, верующих, и вокруг нас. Давайте, действительно, будем нести этот мир, это примирение. Кстати, мне, как православному священнослужителю, тогда, вот, в 96-м году, я был простым сельским священником, и мне, среди прочего, помогло еще кое-что. Да, во-первых, Библия, да, во-вторых, немаловажно, общение, когда сектанство возникает чаще всего на фоне отсутствия общения между разными верующими, разными конфессиями, разными динаминациями, когда закрытый вариант общения, как бы, только лишь среди своих, своих групп, свои конфессии, свои динаминации, свои организации, то сектанство неизбежно, и это неважно, в протестантском мире, православном мире, католическом, и так далее. Вот, и, знаете ли, поэтому я всегда, вот, когда и в нашей церкви, вот, реформаторских православных церквях Христа Спасителя, нашей киевской архипископии, говорю, и в гостях, когда бываю в разных конфессиях, я говорю, пожалуйста, верующие, общайтесь, общайтесь как можно больше с другими верующими, других конфессий, других традиций, других культур, это помогает нам предохраниться от всякого рода заблуждения, от всякого рода сектанства. Знаете ли, вот, некоторые боятся, что на люди верующие нахватаются разных учений. Знаете ли, это страшно, но еще более страшно, когда, знаете ли, квасится в одном, в одной теплице какой-то, знаете ли, верующие, как некоторые тепличные растения такие, и это самые негодные растения уже, знаете ли, они подвержены вообще страшному недугу, такому сектанству. Вот так вот, дамы и господа. Но особо в большей степени, конечно, книги Александра Менни, беседы его помогли очень сильно. И я очень Богу был благодарен, признателен за того человека, за протерея Александра Менни, мученика, святителя такого Божьего, такого знателя, действительно светоч, был просветитель. Вот, и я рад тому, что по милости Господней Бог дает сегодня и мне, и нашим братьям, и реформаторам, обновленцам сегодня продолжать его дело. И в первую очередь, конечно, в первую очередь, это борьба со всякого рода сектанством, со всякого рода, вот, действительно, мракобесием. Просветительская работа очень важна. И в первую очередь, борьба с сектанством, я в первую очередь утверждаю, в самом себе. И это каждодневно. Просто пересилить, переболеть этим нужно важно. Переступить через себя, через какой-то свой опыт. И поэтому мой совет, если вы давно не были свергающими других конфессий, динаминаций, пожалуйста, бегите к ним. Пожалуйста, общайтесь, смотрите, наблюдайте, видите, что Дух дышит где хочет. Не просто там в наших церквях, в наших конфессиях, а Он дышит действительно где хочет. Вот, хотя я слышал очень много там разных там сомнений священников, православных, протестантских, католических по этому поводу. Вот, значит, но, знаете ли, да, сомнения всякие есть, значит, конечно же, там, стоит ли там во все собрания подряд идти, но надо все-таки, надо это сделать. Уж лучше так, знаете ли, чем вот кваситься в одном. Это намного более страшнее, считают, намного более страшнее. Вот, и самое важное, основное, каждый верующий, он должен взирать вот на основу своей веры, на самого нашего любимого Господа Иисуса Христа, иметь общение с Богом, в Духе Святом. Поэтому, когда мы действительно живем в этом новом завете, новозаветной этой благодати, то тогда даже если кто идет в первый раз, он не заблудется никогда. В общем-то, и, знаете ли, это, и не будет друг другу в новом завете. Действительно, каждый говорит, познай Господа, ибо все, от малого до большого, все будут знать меня, говорит Господь. То есть, слава Богу, и действительно, Новый Завет, благодать Нового Завета именно в том, как раз, что каждый с Господом и Господь с каждым из нас, слава Богу. Пусть Бог благоставит. Ведь, конечно, все-таки будущее, считаю, христианство, это такие неконфессиональные церкви, нединаминационные церкви. Будущее христианства, это действительно церкви, собрания очень разные, разных конфессий, вместе собирающиеся. Вот здесь мне разные сообщения тоже приходят. А это молитвенные, молитвенные нужды приходят сегодня. Да, здесь за исцеление кого? Да, за взрослых, за детей, слава Богу. Да, значит, и, но я хочу сказать еще, что будущее, на мой взгляд, я говорю, вот еще в чем, зачем будущее? Будущее за, вот тем, что Августин говорил, в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, во всем любовь. И вот наше причастие в христии, ну это основное, самое вообще, что есть в христианстве. Потому что Христос, он, знаете ли, не просто, он ушел, улетел там, куда обещал быть. Нет, он сказал, я с вами во все дни, до скончания века. И основное для меня, как и для правоославного священнослужителя, это таинство Евхаристии, божественное причастие, тело и крови Христа. И отрадны, когда сегодня в христианстве все чаще и чаще верующие разной конфессии, разной теологии, разного представления, там, разных организаций, юрисдикций, вместе причащаются от одной чаши. Это великая благодать, читаю, вот этого, и знамение этого времени последнего. Это настоящий Божий экуменизм, есть поддельный экуменизм, знаете ли, который пугает часто верующих, но есть, а есть ведь настоящий, неподдельный, Божий, святой экуменизм, который во Христе Иисусе, который в истине Слова Божьего, который в теле крови Мессии, нашего Спасителя, сладчайшего Иисуса Христа. И вот, когда я бываю на служениях с хлебопреломлением, с причастием, именно служения, где верующие разных церквей, разных конфессий, разных юрисдикций, динаминаций вместе причащаются, я думаю, это знамение будущего. Это знамение нашего времени и будущего. Слава Богу, потому что я думаю, что Господь наиболее радуется вот таким собранием, когда не просто мы в своем соку варимся, знаете ли, а когда мы не просто даже молимся о единстве. Это хорошо, благочестиво, не просто говорим о единстве, это хорошо, даже благочестиво. Но настоящее единство, оно все-таки в истине, настоящее единство в теле Иисуса Христа, в крови Святой Христа, настоящее единство в самом Господе, нашем Спасителе Иисусе Христе. И поэтому верующим стоит действительно причащаться всем вместе. И я к этому всех вас призываю, друзья. Вот, и хороший опыт в семье, вот, с женой, с детьми, причастия. Хороший опыт в группах, таких домашних общениях, причастия, ежедневно по домам совершать хлебопреломление. Это прекрасный опыт, духовный опыт. Вот, действительно, который нас, ну, просто от всякой гордыни освобождает, от всякой похоти и гордости житейской и религиозной. И открывает нам ту истину, что действительно истинно это сам Иисус Христос. Истинно это сам Господь Бог всемогущий. Вот так вот, друзья. Слава Богу, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. И что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их. Это и действительно великая благость, великая милость Божья. Слава Богу. Так что благоставляю всех вас, возлюбленные братики, сестрички, дочечки, сыночки нашего невестного папочки. Благоставляю всех вас во имя Господне. Любите Бога, любите друг друга. В этом все, в этом весь Новый Завет, в этом все Евангелие, в этом все Библия, в этом весь Бог. Он есть любовь, действительно, слава Богу. Пусть Господь Бог благословит, и пусть поможет нам действительно всем выздороветь от этого сектанства и не болеть больше. Так что не болейте, друзья. Пусть будем мы здоровой верой, здравой верою, не больной верою, а здравой верою. Слава Богу. И благоставляю вас стихами благословения священнического, благословения Аронова, как мы говорим еще. И это благословение Бог дал священникам через Моисея, значит, в числах записано, в четвертой книге Моисея, в шестой главе. Это благословение. И в этом благословении какое-то таинство есть, что Бог обратит на нас свое светлое лицо. Пусть Он улыбнется нам. И вот в этом благословении, наверное, раскрывается таинство того, что наш Бог, Он есть единый на самом деле. И Он любящий всех нас, всю свою семью, независимо от того, от нашего цвета кожи, нашей религии, традиций, динаминаций, конфессий, организаций. Мы крестимся тремя пальцами или двумя перстами, или пятью, или поднимаем руки, или стоим на коленях, или плачем, или танцуем. Как угодно. Здесь разные формы, служение различное. Но важно, чтобы дух был один и тот же. Дух Христов, дух любви Божьей. Слава Богу! Благоставляю всех вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым належало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Пусть Бог благоставит вас. Ну и опять-таки, паки-паки, как говорится, снова и снова нашим пасхальным церковным православным приветствуем. Приветствую всех вас. Христос воскрес! Воистину воскрес! О, ес! Слава Богу! И как в проповеди «Воскресение» как раз говорил, название такое сделал в проповеди «Христос воскрес, а ты воскрес». Вот это очень важно. Действительно, воскресение Христова, видевшее, поется в том псалме, в православной песне. Поклонимся Господу Иисусу. Пусть Бог благоставит всех вас, дорогие друзья. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах, и всем мертвецам, и всем-всем-всем-всем нам жизнь даровал. Слава Богу! Из города Москвы, Елизавета, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам благоставляю. Ну, Анна Ипача, конечно, нашу киевскую архиепископию благоставляю. Всем привет, братьям, сестрам, всем святым радоваться. И еще говорю, радоваться. Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя!